Привет всем! Мы находимся в детском мире и сейчас я вам проведу короткую экскурсию и покажу новинки, которых здесь не так много. Ну, поэтому, помимо новинок, мы с вами посмотрим что-то по скидкам. Может, что-то себе возьму, если прям очень приглянется. Это формат влога, так что давайте быстренько пройдемся в таком лайв-режиме. Пишите в комментариях, что вы для себя здесь приметили и какие магазины посещаете вы. И лайком поддержите, и главное, в инстаграм тоже мой заходите, не забывайте о нем. Ссылка в описании, там всегда розыгрыш и последняя информация обо мне. Итак, вот здесь представлены наборы из разных серий. Вот, допустим, техник, порш, фроузен, комплекты относительно новые, кстати говоря. Гарри Поттер 5159 рублей, башня с часами. Майнкрафт показывал вам набор с шахтой Крипера. Вот из Фрэнс что-то есть с скидкой. Ну, вот это буст по скидке с Хидден Сайт. Почему-то вот тут конкретно всего лишь два комплекта. Это 4500 поезд и 2400 рублей корабль. Спускаемся ниже. Это старый Ниндиага. Старый Ниндиага из восьмого сезона, если быть точным. Вот здесь более новый комплект за 2000 рублей. Шурикоптер. Так, техник, еще техник и какие-то наборы из линейки Сити. Итак, проникаем к уже главным стендам. Ну, здесь, допустим, креатор. Выбор креатора большой. Что-то есть по хорошим скидкам. Вот динозавр стоит 660 рублей. Что-то по так себе скидкам. Ну, ключевое слово, в общем-то, что если кому-то нужен классик, то его здесь много. Дальше. Джуниорс. Некоторые комплекты Мирлёжского периода. И Бэтмен. История игрушек. Четвертая часть. Комплекты по скидкам. И по хорошим скидкам. Допустим, стоил 2000, сейчас 1000. Два верхних комплекта. Вот за 560 маленький комплект. Можно себе присмотреть. Фрэнс. Комплекты. Быстренько пробегаем. Ой, здесь, смотрите, кстати говоря, что-то поставили вот таким вот образом прикольным. Юникити. Также имеется Дисней что-то. Ну, ладно, Дупла мы с вами смотреть не будем. Мы так долго задерживаемся на всем. Марвел Супергерой. Марвел Супергерой. Можно отметить Человек-паук. Капитан Марвел. Человек-паук вдали от дома. Представлены комплекты со скидками. 4300, сейчас 3400. Большой 1700 за расплавленного человека. И Гидромен 2300. Более-менее вполне можно взять. Набор хороший. Лучший, на мой взгляд, по Человек-паук за последнее время. Новинка, кстати говоря, Капитан Марвел. Атака Скруллов только в детском мире. Только в детском мире. Это мы оставим без комментариев. Но это лжеинформация, как бы. Я против лжеинформации таких вот вбросов. Чуть ниже у нас имеется база Мстителей. База Мстителей. Сколько стоит? 5500. Неплохо, но можно подождать. Она будет стоить еще дешевле. Будьте уверены. Гарри Поттер. Гарри Поттер по скидкам. Кстати говоря, вот 2700. Хижина Хагрида. 1800. Это Грин-де-Вальд. Побег. 1500. Это пока без скидки идет. Кстати, если бы он был по 50% в воскрешении Волан-де-Морта, то вообще бы, я думаю, все за ним гонялись. 2300. Это у нас, кстати говоря, тут тоже, знаете, такой себе косяк, как я вижу. Почему-то вот здесь артикул с ценой от набора, ну, турнира трех волшебников. Вот это странно. Нужно следить как бы за ценниками в магазине. Я сейчас играю роль, знаете, типа как Ревизора. Раньше была программа, когда ходим и ищем всякие косяки. Но на самом деле, да, в такой сети нужно следить, чтобы все было четко. Хогвартс, зал. Это у нас Ива, плачущая. Ну, здесь сити комплекты, есть что-то новое, что-то старое. Параллельно у нас тент с техником. Вот он. Быстренько просмотрели. Мир Юрского периода. Мир Юрского периода. Звездные войны. Новинка. Показал 4000 по Сано Спидер. Вообще не берите за 4000. Это просто вот, блин, мой вам совет. Ни один из этих комплектов себя не оправдывает по Звездным войнам. Пока что по начальной стартовой цене. 2300. Эйвинг. ATST по Мандалорцу. Тоже показывал. 5000 рублей стоит. За 5000, конечно, вообще нельзя брать. 2500 будет стоить, я думаю, потом еще и дешевле. Йода 8500. 8500. Говорю. 4500 будет стоить. Точно будет стоить 4500. Надо подождать. Бомбардировщик за 5500 повстанцев. Тоже, воу. 5500 это дорого. 1500 рублей с Оби-Ваном. Набор я вам тоже его показывал. В общем, что здорово. Эти наборы перестали быть эксклюзивом одного из магазинов, что не очень здорово. Пока что на них нет скидок. 730 рублей шикарно за этот маленький симпатичный комплект. 950 тоже хорошая цена за набор с золотым драконом. Здорово, что наборы по наследию есть по скидкам. Это круто, да. 1100 рублей это тоже, да, набор самый небольшой по волне со змеями. Ну и там внизу есть... Стойте. Сколько стоит? Опа! Райский уголок 4800 стоил 9500. Запоминайте. Кто хотел 4800, надо... Чего? Замок Императора 3800. Офигеть! Бегите, берите, пока есть. Лучше цены вряд ли на это вы найдете. Человек-паук мы с вами уже смотрели. И вот еще Майнкрафт здесь имеется. Майнкрафт экшн-фигурка скелета. 1000 рублей. Кстати, самая неплохая из этих трех, которые вышли. Но будут еще впоследствии. 4000. Вот набор старенький и почему-то без скидки. На Майнкрафт вообще, на самом деле, скупятся на скидки, как я вижу. Только на вот эти фигурки и то 200 рублей. Егофильм, вторая часть у нас здесь с вами. Неплохие скидки. Автобус 4700. Вот большой корабль Sweet Mechim 4000. Вполне неплохо, в общем-то, если говорить про эти комплекты. Могут они эту цену стоить. Но могут стоить, на самом деле, еще дешевле. Вот такой поход в детский мир. Пишите, как вам этот формат. Что для себя здесь нашли интересного. Я рад, что на Ниндзяга, на самом деле, увидел такие цены. Это, на самом деле, удивительно. И это, да, на самом деле, оправданная цена. Продолжение следует...